Глава региона Александр Цибульский провел встречу с трудовым коллективом окруженного противотуберкулезного диспансера и осмотрел здания учреждения, в которых оказывают медицинскую помощь населению. Лаборатория и клиника диагностическое отделение ТОП-диспансера полностью оснащены всем необходимым оборудованием в соответствии с приказами Минздрава. В 2017 году в бактериологическую лабораторию была приобретена полностью автоматизированная система для ускоренной постановки диагноза. Ответ мы ждали три месяца. Этот аппарат нам в течение 42 дней можем выдать ответ отрицательный. А от четырех до десяти дней он выдает положительный ответ. Противотуберкулезный диспансер располагается в шести зданиях, три из которых с 43-го года постройки. Самое молодое, амбулаторное, введено в эксплуатацию в 1988 году. В 2016 году в корпусах проводился косметический ремонт. В начале текущего года замена оконных блоков в детском и взрослом отделениях диспансера. Главный вопрос, который волнует сотрудников учреждения на сегодняшний день – строительство нового здания. Проблема о том, что необходимо строить здание новое, она очевидна и не оспаривается. Но готового решения проектного пока нет. В этом направлении начнем двигаться в следующем году. Скорость принятия решения и начала строительства будет зависеть от того, насколько мы сможем получить федеральные деньги на пристройку больницы. Если мы сможем там заместиться в большом объеме за счет федерального бюджета, то строить топ-диспансер начнем быстрее за счет окружного. Если нет, то, соответственно, будем разбивать, чтобы это делать параллельно, потому что и там, и там есть проблемы с людьми. Глава НАО обозначил три объекта, которые на сегодняшний день являются приоритетными в медицинской сфере. Это пристройка к Нинецкой окружной больнице, инфекционное отделение и противотуперкулезный диспансер. На данный момент администрация работает над привлечением федеральных средств для строительства первого из названных объектов. Ирина Нежалова, Владислав Носкин, Телеканал Север.